Девушки отдыхают В воздухе он постоянно в занятиях спортом Сегодня многие из вас знают этого замечательного человека Ерван Манатаев с нами Ерван, привет Я спасибо, что согласились на интервью для начала Первое, самый первый вопрос Кроссфит Я сейчас вижу и многие люди видят Поголовное увлечение Пошла молодежь, пошли взрослые люди И вы, на мой взгляд Ну я, по крайней мере, последний год Точно я замечаю, что активно, серьезно этим занимаетесь То есть вы в тренде Вы в понимании этого всего Почему так? Вот первый вопрос Почему народ уходит из наших красивых Дорогих залов Где нам можно спокойно ходить Заниматься спортом И уходит, в общем-то, там никакого же элиты Никакой нет, там три турника прикрутили Шарик с песком друг друга кидают Да, с штангой Почему так? Ну, во-первых, что такое кроссфит, наверное, не все знают Давайте, давайте Кроссфит – это методика тренировок В принципе, очень похоже на обычную физкультуру Только здесь совмещены все естественные такие упражнения Как приседания, подтягивания Также элементы из тяжелой атлетики, гимнастики, легкой атлетики И все это замешано в такие, так называемые, комплексы Когда мы делаем разные тренировки И эти тренировки никогда не повторяются И часто, зачастую, они очень интенсивные Почему популярен кроссфит? Я считаю, что он очень соответствует нашему времени То есть, наверное, была какая-то эпоха Арнольда Шварценеггера Или мода на бодибилдинг То есть, все хотели быть накачанными, здоровыми Сейчас все хотят быть более здоровыми Ну, то есть, если я говорил здоровыми, это значит большими в размерах Сейчас все хотят быть здоровыми, функциональными То есть, все хотят себя отлично чувствовать Все хотят, ну, не знаю, хорошо себя чувствовать в быту Не знаю, на работе, на отдыхе И вот этому способствует эта новая методика кроссфит И, во-вторых, сейчас у людей меньше времени И кроссфит тренировки, они очень компактные И очень удобные в этом плане То есть... Час, да, по-моему? Да, тренировка длится максимум час Основная ее часть длится в среднем от 5 до максимум 20 минут Остальное все это разминка, инструктаж Ну, я слышал, там через 20 минут выползают все В смысле? Да Я извиняюсь, просто вот эта составляющая Там же люди над собой Причем не кто-то над ними А сами над собой издеваются Вот натурально Ну, я вот сколько отзывов читал Говорит, я выпал с зал То есть, я не могу понять Нам смысле этого сейчас не хватает, что ли? То есть, ну, почему? Ты ходи, нормальный фитнес Там инструктор будет у тебя пыль сдувать Да, там, поплавал, в сауне посидел Зачем ты приходишь и за 15 минут превращаешь себя там Как сказать? Ну, в нерабочем абсолютно состоянии Стонешь потом То есть, в чем эта философия какая-то? Ну, начнем с того, что Во-первых, наверное, для многих Это является инструментом высвобождения стресса То есть Клин клином? Клин клином, да И вот медиками доказано Что такие тренировки, которые совмещают в себя силовую и кардио работу Тем самым способствуют гормональному всплеску То есть, человек избавляется от стресса И даже получает новые, свежие, хорошие гормоны Такие, как тестостерон, гормон счастья, гормон роста И за счет этого здесь даже есть медицинская составляющая То есть, человек получает лечение Я слышал, что Да что они там творят Потому что, ну, если вот эта методология Стандартного нашего фитнеса То есть, она существует Бог знает, сколько лет Кроссфит же, насколько я понимаю, относительно молодое течение Да, ну, разные оценки есть Основатель Кроссфита Глассман считает, что Он начал пропагандировать Кроссфит с 1974 года Но активно компания была зарегистрирована Именно Кроссфит, это вообще трейдмарк, да, или бренд Да Была зарегистрирована с 2001 года И с 2001 года пошел бурный рост Я думаю, вот именно эта компания также У них талант не только в фитнесе, но и в маркетинге То есть, за счет хорошего маркетинга и продвижения Они сейчас имели такой бешеный рост Экспоненциональный То есть, за последние годы То есть, если в 2001 году там было тысячу залов Сейчас порядка 15 тысяч залов То есть, если даже нарисовать этот график Это просто бешеный график Вот, кстати, на тему графиков Я, ну я-то знаю, да, давайте людям расскажем У вас же судьба-то необычная А если я не ошибаюсь, поправьте меня То вы занимались серьезно финансами Потому что вот вы слово экспо Как? Еще раз вот Экспоненционально Да Может, я неправильно говорю Я по-английски Не-не, не важно Да, вот видите, понимаете Не, вы все равно очень уверенно говорите Понимаете Вы раньше, вы же не физкультурный институт заканчивали Я извиняюсь Да, я не заканчивал физкультурного института Я не являюсь профессиональным спортсменом У меня нет никакого там, мастера спорта Или чего-то Да, да, да Я, можно сказать, из офиса перешел в спортзал буквально А вы в финансах работали? Да, я работал по специальности экономист Кира финансист, обе такие непонятные специальности. Я с 2003 года постоянно работал в сфере финансов. То есть с 2003 по 2015, можно сказать, активно. Ну что, получается, у меня с математики-то плохо. Ну, где-то 11-12 лет. 11 лет. То есть и что? Но я работал, в принципе, я не скажу, что я выпрыгнул из окна корпоративного мира и бросился в спортивный зал. Это все произошло так естественно. Во-первых, все эти годы я всегда мечтал о каком-то собственном проекте интересном. Я всегда думал, чем бы мне заняться. Может продавать то, может производить то, может это. И как раз последние 2-3 года я сам увлекся фитнесом. Сам ходил в различные фитнес-залы. То есть у вас точно есть с чем сравнивать? Да, у меня есть с чем сравнивать. Я постарался посетить почти все залы в Алмате. Потом старался при выезде за рубеж посещать зарубежные залы в Испании, в Америке и в других странах, в которых я бывал. И вот сравнил, сравнил и пришел к выводу, что не хватает сейчас кроссфит-залов. И поэтому еще так же сложилось, что как раз один проект в корпоративном секторе закончился. И у меня появилось время заняться своим делом. И я не думаю, вот именно занялся кроссфит-залом. И сколько уже существует, ну вот как бизнес уже у вас? Как бизнес существует... Вот 2 февраля исполнится год, как я открыл первый зал. С наступающим. Спасибо. С наступающим. Мы, чтобы понятно было, пишем 13 января эту программу. То есть тут, ну собственно... Ну да. Ну и вот год спустя давайте поговорим чуть-чуть об этом как о бизнесе. Да, то есть сильно дорого заниматься кроссфитом. Мне кажется, там ценник не очень высокий по ощущениям. Да, я считаю, что тоже кроссфит недорого стоит, особенно в нашей стране. Можно цифры какие-то. Да, потому что в Штатах, например, кроссфит стоит от 100 долларов до 250 долларов в месяц. Да. И такие же групповые программы, ничем не отличаются, такое же оборудование, как и у нас. У нас сейчас с этим курсом вообще копейки в долларах стоит. Ну ладно, вернемся на землю. Нет, курс у нас на момент снятия программы... 370, да? Да, если он не поднялся за последние 15 минут, 370 линггет. Да, да. Сейчас у нас абонементы в городе стоят, ну не знаю, в нашем зале от 15 тысяч. Это дневной абонемент без ограничений, можно целый месяц хоть каждый день ходить. Там с 7 утра до 5 вечера всего стоит 15 линггет. Меньше 50 долларов получается. Да, безлимитный абонемент, хочешь ходить утром, хочешь ходить вечером, 20 тысяч тенге. Ну недалеко ушел, собственно. Да, да, небольшая разница. Но здесь надо считать также математику, то есть некоторые сравнивают с обычными спортзалами, говорят, ой, все равно дорого, там умножить на 12. А здесь чуть-чуть по-другому считается арифметика. То есть когда человек идет в обычный зал, он чаще всего, если хочет именно эффективно над собой работать, должен привлекать тренера, персонального тренера. Это стоит там в месяц, я не знаю, где-то, ну я примерно оценивал 60 тысяч тенге в месяц, только будет стоить персональной тренировки. Здесь в принципе… Это помимо того, что ты каждую тысячу за 400 купишь. За 400, ну ладно, самый дешевый пусть даже купит за 150 или за 200 средний, да, сейчас ценит, наверное. Ну я, не, а я бы средне делал все-таки 1000 долларов, если говорить о серьезных таких фитнесах, там лицензированных таких, там по франшизе, да, то есть мы их сейчас сильно называть не будем, чтобы они не обиделись, но я думаю средне взвешенное вот 1000 долларов. Ну вот даже на 10 разделите, 30 тысяч на минуточку получается тенге в месяц, то есть вот уже на 20 тысяч дороже. Добавь еще туда 60 тысяч, ну давайте усреднем там 1030 даже на инструктора, в любом случае вот у тебя кругом бегом 60 тысяч в месяц ты должен на спорт тратить, а в вашем случае двадцатку заплатил и… Да, и all inclusive. Ну это, наверное, вот одна из причин, почему народ как бы включается, но я заметил… Но еще другая причина, все-таки есть специфика кроссфита. Во-первых, групповые занятия и ты волей-неволей себя сравниваешь с другими, то есть присматриваешься, смотришь… Тянешься. Тянешься, да. Во-первых, у тебя появляется мотивация просто приходить в зал. Во-вторых, ты сравниваешь свои результаты с чужими результатами. Ну ты видишь, там парень заканчивает быстрее тренировки, или он быстрее идет по темпу, тебе хочется его догнать, срабатывает такой момент. И в-третьих, ты сравниваешь свои предыдущие результаты. У нас еще идет мониторинг в принципе каждой тренировки. Человек может записывать любую свою тренировку, что он поднимал столько, да. Да, у нас именно есть программка, за сколько он закончил свою тренировку. Соответственно, идет борьба или соперничество с самим собой, идет соперничество с командой, идет просто командный дух. То есть, в принципе, даже насколько они соревнуются между собой, да, или мы соревнуемся, все равно все понимают, что каждый проходит через одно и то же, и появляется дух, именно командный, командный дух, дух, не знаю, сопереживания. То есть, когда ты даже первый прошел тренировку, ты переживаешь за другого, который еще не закончил тренировку. И ты его поддерживаешь. Там, наверное, еще они как семья, наверное, становятся, потому что вот эти совместные пережитые трудности, но они по сценарию сближают, да, вот в чем брак силен. Вот жизнь надо прожить, вот то же самое и тут. Ты когда тут умираешь вместе с этими людьми, но они тебе по-любому уже не чужие. Слушайте, ну я вот смотрел по своим знакомым, даже сужу, вот у меня несколько, весьма, ну, я бы назвал доход средний плюс, то есть у людей там, я не знаю, ну, малый такой бизнес, хорошо успевающий, то есть неплохо зарабатывают ребята, но они ушли из этих вот наших модных фитнес-залов ушли на кроссфит, да, то есть, и это тренд какой-то, да, то есть вы сейчас откусываете долю у, долю рынка у наших вот, ну, назовем их классических, да, там вот всевозможных фитнесов, как вы думаете? Ну, если я чисто с маркетинговой точки зрения, то, конечно, да, потому что, как я сказал, вначале была мода на тренажерные залы, просто на бодибилдинг, сейчас все-таки люди ввиду экономии времени, ввиду того, что они хотят получить результат, ввиду новизны, ввиду эффективность этой программы, все-таки переходят на кроссфит, и причем... Так и ценник дешевле. Да, ну, и ценник дешевле, но это неважно, потому что, мне кажется, конкуренция должна происходить не по цене, а вот именно по качеству или по дифференциации, да, то есть отличаться. Ну, по нынешние времена мы тоже не сильно такой неважный аргумент. Да, я думаю, люди, многие люди, да, я сам тоже занимался в обычном тренажерном зале, мне это очень нравилось, и, может быть, до сих пор кому-то это нравится, но со временем... Мне бы не говорили, что те плохие, мы пытаемся понять, что происходит. Да, в принципе, переток идет, некоторые залы меня ненавидят за это, фитнес-залы, да. Ну, видите, это нормально, в смысле ничего, что... В каком-то зале даже отдел продаж попросил не одевать мою фирменную майку в их спортзале, потому что я, не знаю, обижаю чувства. У вас Golden Eagle, да, вы молодец, вы серьезно относитесь к промо-материалам, но я все время вижу, да, то есть этих людей в майках. Они следят, наблюдают, многие фитнес-залы открывают у себя маленькие, так называемые, уголки, кроссфит-уголки, но все равно они не могут создать ту атмосферу, которую создаем мы, как бы наша задача не просто предоставить тренажеры, наша задача создать дух, мы, может быть, не такие люксовые, там, может быть, не выдаются полотенца или там, тапочки, халаты, но... Зачем вам тапочки, чтобы умереть, только что белые, если это, по-моему, совсем... Да, мы создаем такую демократичную, но рабочую атмосферу, именно так, чтобы человек был, когда зашел уже, был настроен работать, и, в принципе, уже сидя дома, он знал, что если оттуда придут, точно буду работать, все равно заставят работать. Не, ну вот чуть-чуть о духе, у меня, знаете, почему-то, когда я вот смотрю, я же отслеживаю очень много информации по отзывам, там, знаете, какой-то у вас бойцовский клуб, вот как фильм, да, помните, когда менеджеры там, какого-то там среднего звена, да, они потом одевались, там, выходили друг другу, морды били и так сублимировались, да. Ну, а это, мне кажется, софтовый, вот кроссфит, мне кажется, это софтовая версия бойцовского клуба. То есть, ну, только что вы там не тайно собирая, ну, понятно, что разница есть, да, то есть, что люди идут себя превозмогать. Там вот это превозмогать, это, по-моему, ключевой месседж. Да, со стороны, если смотреть, кроссфит кажется каким-то бешеным, интенсивным и даже каким-то ужасным занятием, там все пыхтят, кричат. Нет, так и люди пишут, мамочки, я выползла с занятий, в смысле, я могу там… Ну, это как бы и правильная трактовка, да, со стороны и чуть-чуть неправильная трактовка. Неправильная она тем, что такая интенсивная работа, она рекомендуется только тем, кто имеет уже какой-то опыт, потому что, во-первых, нужно приобрести какую-то технику и следить за своей техникой. То есть, без техники и без какой-то привычки, адаптации, небезопасно, да, пыхтеть, кричтеть там и бешено уноситься, да, улетать в этом плане. Но, с другой стороны, если все-таки у вас уже есть какой-то опыт, вы к этому делу привыкли, освоили технику, то да, каждая тренировка – это победа над собой. То есть, каждый раз хочется себе доказать, что ты становишься лучше, что ты не зря ходишь на тренировки, что ты, в принципе, даже многие тренировки имеют свои какие-то ориентиры. То есть, начинающий может выполнить с таким результатом, средний человек может выполнить с таким результатом, а элитный атлет может выполнить с другим результатом. И ты примерно сметишь в какую-то цель и пытаешься достичь этой цели. Но это тоже не важно. Главное, вот, например, я пытаюсь просто призвати с себя там свой предыдущий результат, стать лучше, чем был я вчера, да. Я смотрел ваши фотографии, когда вы начали этим заниматься, то есть, там такой был дядька, в смысле, такой, с легким, таким, ну, хорошим, таким уже нарастающим вот таким животиком, да, то есть, ну, немножко такой мешковатый, то есть, а сейчас те фоточки, которые вы там постите, ну, я всегда завидую хорошей белой завистью. Ну, вот, потому что, ну, фоточки, есть что сравнивать, там, как говорится. Но сейчас для меня это, кажется, нормой, что если человек... А это каждый день вы делаете? Я вообще тренируюсь, мне это очень нравится, поэтому я тренируюсь почти каждый день, кроме выходных, то есть, ну, и часто и в субботу, бывает, тренируюсь, ну, и в воскресенье, там, часто у меня активный отдых, да, там, лыжи или еще что-нибудь. А вообще положено? Положено для начинающих три раза в неделю, для уже тех, для опытных, это примерно два дня тренируешься, один день отдыхаешь, два дня тренируешься, один день отдыхаешь, со временем можно три дня тренируешься, один день отдыхаешь. В принципе, нормальный такой рабочий режим. А когда вот берем такого среднестатистического человека, ну, с такой нормальной физикой, да, то есть, он когда там каких-то результатов, ну, вот он уже перейдет такой в раздел уже, ну, не профи, но уже такой middle, да, такой, что он уже готов там к каким-то вещам, то есть, вот сколько времени ему нужно заниматься. Ну, все индивидуально, если у кого-то есть, без спортивного опыта, да? Нет, ну, у всех есть какой-то спортивный опыт, что он там, в смысле, профессионально не занимался, вот так. Самое сложное только первая тренировка. После первой тренировки вы становитесь профессионалом. Нет. Ну, это я утрирую. Человек входит в колею или адаптируется примерно за месяц. Месяц? Где-то через месяц у него уже появляется даже такое желание, вкус появляется именно к тренировкам. Через три месяца он уже чувствует себя довольно-таки комфортно и уже старается бить какие-то результаты. Через шесть месяцев, в принципе, он еще лучше себя чувствует и уже хочет заниматься каждый день. Давайте, дайте, пожалуйста, процентное соотношение вот ваших групп, мальчики-девочки, мужчины-женщины в процентном соотношении. Потому что, по моим ощущениям, там девушек ходят процентов как не 50, как не 40. Это правильно, нет? Да, в принципе, сейчас у нас фактическое соотношение со 40 процентов, но было 50 на 50, да. А сейчас девушки все-таки решили, чуть-чуть уменьшились, да? Да, чуть-чуть уменьшились. Но это, может, специфика зала, у нас нет каких-то отдельных программ именно только для девушек. Может быть, это каких-то... Ты туда приходишь, ты лугаешь, как в силу, да? Да. Там гендерная... Ну, мы не дискриминируем, мы считаем, что мужчина и женщина должны получать практически одинаковую тренировку. Одинаково выползать из прошлого зала, я переведу. Можно сказать, вес разный рабочий, да, там кто-то 60 килограмм поднимает, кто-то 30 килограмм поднимает, но в какие-то упражнения другие давать или там я хочу только попку подкачать, или я хочу только бицепс подкачать, у нас такого нету, да? То есть тебе говорят, хочешь качать попку, качай ее вот в комплексе, да? Тем-то и отличается кроссфит, то, что мы не фокусируемся отдельно на каких-то мышцах, вот хочу только трицепс, хочу только пресс. То есть у нас все упражнения сразу на все тело, сразу задействованы все крупные мышцы. Нет, просто вы сейчас рассказываете, а я это все себе представляю, вот приходит, да, такая, а там же, я знаю, есть практика в наших фитнес-клубах, она приходит к инструктору, платит ему вот эти 30-40 тысяч деньги, и он говорит, так, попку, вот все. Ну, возвращаясь к конкуренции, на самом деле, не знаю, по моему опыту мы особо не конкурируем с фитнес-залами, потому что 80-90% людей, которые ко мне приходят, последние год-два вообще не ходили на фитнес-залы. Они раньше ходили с переменным успехом, там, купят годовую карту, сходят два-три раза. Ну, как всегда, потом ее подарят. Потом заморозят, потом подарят, и потом вообще никто не ходит. Вот люди приходят с такой подготовкой, и они включаются, то есть это доказывает то, что... А вы себе того, что годовой карте не продаете? Нет, почему есть, но мы тоже предоставляем вначале более демократичные условия, то есть можно месяц взять, посмотреть, подходит для тебя этот вид фитнес-залей или не подходит. Если подходит, то, пожалуйста, можете купить годовую карту. Ну, там, естественно, скидка такая. Да, это выгоднее, то есть за месяц намного дешевле, чем брать месячную. Это просто финансовый инжиниринг, то есть гибкость. То есть ты один раз платишь или один раз замораживаешь деньги. Ну, получается, вы же вот раньше получали стабильную зарплату, ну, то есть были в офисе, вот, а как вот сейчас вот уже сколько там, пару лет уже этот самостоятельный... Один год. Ну, уже кажется, как будто пять лет. Да, вот он, фриланс, вот такой. А как вообще полет? Вот не хотите в офис вернуться? Честно, пока нет. Иногда как бы задумываюсь, думаю, а что, как было бы, если бы я сидел сейчас в офисе? Буквально на пять секунд. И обратно возвращаюсь к мысли, что не лучше было бы. То есть, да, иногда думаю, может быть, стабильная зарплата, ходить в офис, там, собирать совещание, давать задания, контролировать, планировать. Потом задумываешься, а нафиг это надо? Нет, ну я не знаю. Да, да. Я получаю, во-первых, более быстрый фидбэк, где бы ты ни работал, там, в корпоративном секторе, не знаю, или у нас еще не такая сильная культура менеджмента, даже если ты, там, суперруководитель, ты не получаешь быстрой обратной связи ни от клиентов, ни от вышестоящего руководства или акционеров. Я сейчас получаю моментальный фидбэк, то есть, отзывы, слова благодарности. Ну я читаю, там, постоянно, там, причем это не одни и те же пишут на аккаунте, на фейсбуке, вот кто хочет, вы подпишитесь на Ирлана, то есть, у него он там постоянно ведет эту работу, я считаю. Кстати, социальные сети помогают вам в работе? Да, очень помогают, наверное, как вы сказали, я один из, там, самых видных, потому что я очень активен в социальных сетях, я просто это давно начал, еще до кроссфита, я, в принципе, уже понял для себя, что получаю удовольствие от пропаганды здорового образа жизни еще раньше, чем я открыл кроссфит-зал, и поэтому мне очень сильно помогает популяризировать, но и так же, я пью алкоголь, да, я честен, да, как передача по чесноку, я веду полноценный образ жизни, я пью алкоголь, да, я пью алкоголь, я семейный женат, да, там, у меня трое детей, то есть, я не какой-то гик, именно включенный в спорт, там, что у меня такое спортзал, я там ничего не употребляю. Полноценной жизни, и тем самым я тоже людям показываю, что можно жить полноценной жизнью, можно есть практически все, но в рамках каких-то правил, можно там употреблять алкоголь, можно, в принципе, заниматься другими видами спорта, можно по-разному развлекаться, то есть, я не фокусируюсь на чем-то, я в целом пропагандирую здоровый образ жизни. Я там сейчас занимаюсь школьниками, например, я открыл бесплатную группу, просто пешком пошел в близлежащую школу, и сказал, вот, приведите мне, там, детей, которые хотят заниматься спортом, ну, желательно, может быть, из, там, семей, где сложно, там, позволить себе оплачивать фитнес. Это обычная государство. Да, я пошел в одну школу, меня там не впустили охранник, секретарша, директор, да, сказали, нет, нельзя, не надо, нам спорт не нужен, говорит, сейчас все дети должны сфокусироваться на тестах, с этим я тоже крайне не согласен. ИНТ, да, сейчас все сфокусированы на этом, ИНТ, это не самое важное в жизни. Я всю жизнь занимался спортом с первого класса, да, ну, каким спортом, физкультура, баскетбол, ничего профессионального, но я с таким желанием туда ходил, я всю жизнь был круглым отличником, окончил с отличием школы, окончил с отличием институт, нархоз, бывший нархоз, поступил по программе Балашак без связи, окончил там две магистратуры тоже и постоянно я ходил на спорт, даже когда учился в Америке, ходил на спорт, когда учился в нархозе, тоже занимался спортом. И это мне никогда не мешало, то есть у меня успеваемость была всегда отличная, я даже считаю, что мне это помогало расслабиться, помогало где-то даже разогнать кровь и помогало даже, может быть, даже развивало мои умственные способности, которые не отличаются от среднестатистического человека. Не, ну, хорошо, что вы так самокритичны. Вот у меня такой вопрос, ну вот вернемся к кроссфиту бизнесу, да, то есть, ну вот год, да, то есть, и насколько, мы сейчас не лезем в конкретные цифры, но вот бизнес ощущения, да, то есть, потому что мы знаем, что вот фитнесы наши, ну я знаю, я изучал этот вопрос, они весьма рентабельны, более чем, по крайней мере были раньше рентабельны, сейчас не знаю, года, лет пять назад они были более чем рентабельны, там я, если я не ошибаюсь, пускай коллеги из фитнеса меня, у них там план полторы, там, я не знаю, две тысячи карт они хотели продавать, да, то есть, там, это серьезные деньги, там, несколько миллионов долларов получатся, вот, ну там, там окупаемость, там ля-ля, но у вас, я насколько понимаю, в эти залы вложения не очень такие фундаментальные, вы там не строите большие бассейны, да, то есть, получается, вам нужна нормальная оборачивалась, если мы говорим о бизнесе, да, и тогда у тебя там, как бы, будет все хорошо, короче, как бизнес это работает, в смысле, чуть-чуть, но для меня это работает, для многих других это не работает, потому что, когда я входил с американским образованием, да, три магистратуры, три магистратуры, финансисты, банковский опыт, финансовый опыт, управленческий опыт, да, для меня, конечно, это несложно, в принципе, я даже начинал этот бизнес без никакого бизнес-плана, в принципе, в голове, там, в экселе все посчитал, но, конечно, там больше 50% это была страсть, но у меня так получилось, что, в принципе, страсть и экономика, ну, ударили в одну цель, совпали в одну цель, я слышу, некоторые залы были уже проданы из-за своей нерентабельности, то есть, они даже ни разу не выходили в плюс, то есть, были, ну, с отрицательным доходом, многие залы сейчас мучаются, конечно, но, конечно, когда я начинал, было всего два зала, то есть, я зашел третьим или четвертым, сейчас уже 10 или 12 залов открылось и даже открываются, поэтому конкуренция растет, этот бизнес, правильно, нельзя сравнивать с обычными тренажерными залами, потому что там больше инвестиций и там сама модель продаж совсем другая, то есть, продал, как мы говорили, на год карту и тебе все равно, он ходит, ходит, не ходит. Нет, лучше бы, чтобы он не ходил. Да, лучше, чтобы не было нагрузки, чтобы тапочки не марать. У них 300 шкафчиков, то есть, мужских, 300 женских, то есть, если все одновременно владельцы 2000 крат придут, им же переодеваться-то негде, из бассейна вода выльется, понимаете? Нам в этом плане посложнее, так как мы в основном продаем там месячные абонементы. У вас они соскакивают, скорее всего. Да, они бывают, часто соскакивают. Какой процент, я извиняюсь, вот этой, как это правильно сказать, ну вот, миграция, не миграция, как-то умное слово. Короче, удержание, да? Да, 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 вот текучки, во, хорошее слово, текучки, правильное. Ну, я думаю, что только где-то половина людей остается, снизу, понимает, что это подходит. После экспорт двух месяцев, наверное, половина уходит. Да, половина уходит, да, половина остается. Вот, в принципе, неплохой процент, так, если половина остается, то есть, ну вот, нам произошел знак в виде зазвонившего телефонового оператора, да? Вот, вы знаете, я вам хочу пожелать, мне очень близки люди, да, которые пытаются как-то необычно прожить жизнь, то есть, потому что, ну, она у нас одна, мы пишем все-таки чистовик, и очень мне всегда импонируют эти люди, которые, потому что вот этот шаг, это вот вы сейчас говорите, все так легко, наверное, шагнуть вот было в пустоту, наверное, непросто было. Вот, и безумство храброе, мы всегда поем песню. Поэтому процветание вашему бизнесу, Golden Eagle Fitness, фитнес, ой, фитнес, уже договорились, CrossFit Forever, вот, а вам удачи, вам спасибо, что пропагандируете в социальных сетях, а я откуда вот узнал, понимаете, оттуда же, вы молодец, то есть, вы даете интервью часто, то есть, понимаете, вы, ну, хорошее дело делаете, потому что я вот смотрю каждый раз на ваши видео, да, которые вы постите, там, на ваши публикации, я понимаю, что я мешок, я же сижу на диване, я ленюсь, вы, ребята, вы молодцы, вот, все без исключения, кто это пропагандирует, потому что вы делаете нашу жизнь неуютной, нам стыдно становится, глядя на ваши спортивные достижения, поэтому огромное вам за это спасибо и удачи, процветания в бизнесе.